Ну что, здорово, молодой с тобой, как обычно, Паша Клейнс, и сегодня, как ты видишь, на вот этом вот прекраснейшем фоне, всё такое, я на контейнерах, я здесь супер-мега давно не был, я почему-то подумал, что можно купить сразу же два контейнера, но, к сожалению, этого сделать, конечно же, нельзя, потому что, смотри, вот я подхожу туда-сюда, я, если честно, думал, что можно, но, как видишь, я уже торгуюсь за контейнер, и для того, чтобы мне купить ещё один, мне нужно дождаться, чтобы вот этот вот, короче говоря, исчез, так сказать, чтобы я его забрал. Здесь сейчас не так уж и немного народу, но, тем не менее, вот я тут решил, собственно говоря, это самое. Вот тут вот поприсутствовать. Если что-то я играю на пятом сервачке матрёшечки, если ты тоже хочешь поиграть в матрёшку РП, всё, что тебе нужно, это найти её в App Store, если у тебя айфончик, или же найти её в Google Play Market, если у тебя этот самый Android, получается, или RuStore, что-то вот в этом промежутке, короче, я ему здесь, ты всё это дело можешь отыскать. И также в закрепе ты можешь отыскать очень полезную такую информацию, которая, так или иначе, с чем связана? Правильно, она связана с промокодиком, который тебе даст приличное количество денег, особенно для старта, это вообще супер-мегагуд, и также временную машину. Я обращаю твоё внимание, что это именно временная машина, пожалуйста, не езди, ну, типа, чтобы, блин, езди, конечно, на ней, просто не прокачивай её, а то я знаю, что были случаи, кто-то что-то рассказывал. У меня, кстати, раскрыт пылесос для, оля, римлайты там туда-сюда, короче, 4 минуты до открытия контейнера, и, собственно, сейчас народу, благо, не так уж и много, и я решил, что почему бы не попробовать, и это мои самые последние деньги. Вот просто, чтобы ты понимал, смотри, я сейчас вот так вот убегу максимально, так вот я бегу-бегу-бегу, я так вот хлоп делаю, понятно всё. Так, комиссия 5%, но мне сейчас как бы это не надо особо делать. Итак, банковский счёт, штрафы, так, что там по штрафам, по штрафам всё good, смотри, у меня осталось 4 миллиона 400 тысяч, просто, чтобы ты понимал, как бы, да, на секундочку. И ещё мне пришлось слить парочку машинок, я тебе сейчас покажу, что у меня осталось, хотя я, в принципе, это мог бы сделать после того, как контейнер бы открыл, но, тем не менее, давай прямо сейчас покажу, чтобы ты просто понимал, что вообще к чему. Итак, смотри, короче, какая история. АК, понятное дело, вот это вот Pink Edition, Velos Power, Chevy Athlete, батончика остался, вот это SRT-шечка Максимки, вот этот броневик, вот этот Мерс, я ещё пока что не знаю, что я с ним буду делать, может что-то сделаю, может нет, скорее всего, нет, как бы, не он, конечно же, вот это Аудюга R8, дальше у нас BMW, которая, Ай-8 тоже. Дальше ещё вот этот Motorcycle, я бы его хотел, ну, прокачать, покататься, посмотреть, что это вообще такое. Так, и дальше вот эти вот у меня машинки остались, Verda Hurricane 6, хотя она мне, скорее всего, не нужна будет, но, тем не менее, Mazda RX-8, или RX-7, я не знаю, вот её бы, я бы тоже прокачал на самом деле. Импалочка, затем вот эта вот Lada, которую мы прокачивали, вес туда, Luxury, это у нас Lexus, Micro Cooper и, конечно же, типа, моя звёздочка маленькая, это Bugatti Chiron. Все эти машинки у меня сейчас есть во владении, всё, что у меня, собственно, осталось, в принципе, от всего, везде и всюду, просто держу в курсах. Так, ну что же, давай посмотрим, что у нас здесь, как у нас здесь будет непосредственно вот в этих вот моментах, всё-таки, осталось всего лишь 2 минуты, и сейчас мы посмотрим, что, в принципе, мне выпадет непосредственно вот отсюда. Ребятки пока что особо ничего не пишут, но, видимо, в первую очередь, им всё-таки интересно, что из дорогущего контейнера выпадет, и я реально надеюсь, что, ну, что-то годное хотя бы выпадет, хотя вряд ли. Единственный случай, когда мне что-то реально классное, короче, выпало, это был Ройскуллин, он непосредственно, то есть он в автослоне стоит 28 миллионов, то есть крайне приличное количество денежек. И, к сожалению, блин, я не смог сразу же ещё один открыть, но открою, я думаю, что, в принципе, серии по контам позавозить, что называется, можно. Итак, у Типули, кстати, это самое, для этого, что там, слив, да пофиг, слив или не слив, на самом деле, это всё-таки контейнер, туда-сюда. Ты знаешь, я открываю контейнеры, чтобы, возможно, ты этого не делал или делал, скорее всего, здесь будет Мерск, который типа 400-ый, или что-то в этом, короче говоря, промежутки, если честно, я не знаю. Тем не менее, осталось полторы минуты, сейчас посмотрим, что он здесь, как здесь, прочее, что-то там в скине бомжа, да, кстати, мне эту за скин-то предъявили, прочее, ржут тут надо мной, короче. Над стариком смеются, что у него скин бомжа, и всякое такое, что он, что он, короче, пишет, я оху... кругом обману, понятно, короче. Сейчас, подожди, я вот так вот напишу, понятно, понятно. Ну ладно, давай посмотрим, остался всего лишь лямчик, у меня 5 лямчиков непосредственно, ещё есть на руках, точнее, 7 лямчиков, и, соответственно, этот конт тоже стоит каких-то денег. Очень интересно, ещё отсюда выпадет, скорее всего, это слив, но, тем не менее, было бы очень классно что-то прикольное, что-то прикольное, чтобы я мог прокачать, желательно то, что я ещё не прокачивал, в принципе. Ну-ка, кстати, подожди, а вот, если я инфхуд вот так вот, короче, напишу, типа, инфхуд, то типа, о, ни ников не видно, вообще ничего не видно, понял? Вот так вот, короче, сделал, это для превьюшки, я там обработаю через ней рассеять, понял? Ладно, шутки шутками, как говорится, я ещё раз инфхуд, короче, вот так вот напишу, в моменте, ха-ха-ха-ха-ха-ха, что-то там вспьётся уже, прочее. Но, тем не менее, видишь, у меня есть возможность его открыть, и, в принципе, ну, какая разница, у меня есть уже и Букаттич Рон, всякое такое вот, 5-е, 10-е, это я сейчас понял, типа, не понтуюсь, а типа, говорю, что, да не, на самом деле, всё хорошо. Ладно, 14 секунд до того, чтобы узнать истину, что мне всё-таки отсюда выпадет, вопрос интересный, вопрос хороший, надеюсь, что что-то приколдесное, было бы неплохо, но, скорее всего, выпадет полнейшая чушня. Ну, поехали, вид от первого лица я сейчас вот так вот сделаю, чтобы мне было понятно, и, ой, что это такое вообще? Я вообще, я даже не знаю, что это за машина, но мы сейчас, в принципе, с тобой узнаем. Так, это VVS-очка, тут у нас ещё выпало, тоже не особо понятно, на самом деле, и, а тут я даже не успел глянуть. Ну-го, посмотрим, у парковщика мы, скорее всего, сейчас эту машину не заберём, да, с тобой, да, нету доступного транспорта, но при всём, при этом, он, у нас есть car, вот так вот, я просто car прописываю в самый низ, так вот делаю, короче говоря, загрузить транспорт, и, собственно, вот такая вот делюга мне выпала, достаточно интересная. Хрен знает, сколько она стоит, на самом деле, но надеюсь, что хоть сколько-то она стоит, блин. Так, давай я сокрою двери и посмотрю документы на транспорт, вот они, документы на транспорт, госстоимость у неё 5 миллионов, то есть, получается, количество транспорта на сервере 11 штук, я не знаю, сколько эта машина стоит, но, на самом деле, я бы узнал, ну, где она, самое главное, продаётся, я вообще чёрт его знает. Тем не менее, это, ну, короче, додж какой-то, максимально жёсткий, классический, там, туда-сюда, если ты хочешь, я его прокачаю в одной из следующих серий, потому что машинка достаточно приколдосная, как по мне. Так, ну, ладно, гоу, узнаем, сколько она стоит, для этого мне нужно съездить в этот самый, в супер-мега-крутой автосалон, чем я сейчас, собственно говоря, и займусь. Ну что, подписочники, сейчас мы посмотрим, сколько эта машина стоит непосредственно, я нажимаю «выйти», я нажимаю «покупка транспорта», и там что-то был додж какой-то 67-го года, насколько я помню, сейчас мы узнаем, сколько она, в принципе, стоит, просто очень даже интересно, но я уже вижу, что, как будто бы, подороже, чем там что-то ещё. Так, чаевики, фигеевики, прочее, мне интересно, реально, сколько эта машина стоит, если она реально хороших денег стоит, но я уже вижу, что её нет здесь, то есть, она ещё дороже, что... Вот она, 67-го года, то есть, получается, что я в плюсе на 1 лям, но это при условии, что если бы я продавал игрокам её и прочее, но я же не продаю нифига никогда никому, блин, ничего здесь. Поэтому, собственно говоря, грубо говоря, ну, нормально, хорошо, что не какая-нибудь хрень, типа, вот, не вот это вот всё, неплохо, мы окупились с тобой на 1 миллион, это достаточно неплохо, если ты хочешь почаще конты видеть, то, пожалуйста, напиши в комментариях по этому поводу, вот, а я чё, а я тем временем потихонечку, понемножечку буду прощаться, то есть, ролик, да, ролик достаточно коротенький, да, получился. Напиши, пожалуйста, в комментариях, хочешь ли ты увидеть тюнинг этого автомобиля, если хочешь, то, ну, типа, стоит ли её колхозить или всё-таки что-то адекватное с ней сделать, но я здесь что-то там порешаю в моменте. И да, в одной из следующих серий, скорее всего, прямо в следующей, я бы прокачал вот этот вот автомобиль, который у меня имеется, сейчас я его тебе покажу, так, с этим всё понятно, вот это, Legendary Dignary Terry Berry, короче, вот этот транспорт я бы жёстко прокачал, то есть, это у нас этот самый, кто он, скажи мне, я скажу, Bugatti Chiron, вот, поэтому, соответственно, если хочешь, то я это сделаю, а так, машинок у меня очень приличное количество, то есть, у меня нищий скин, но при этом сам я не такой уж и нищий, да, что называется. Ладно, ещё раз, с тобой был, как обычно, Fasha Claims, подписывайся на канал, ставь лайкос для того, чтобы поиграть в матрёшку на пятом сервачке, где играю я, ты просто находишь игру в App Store, в Google Play Маркете или в RuStory, в зависимости от того, какой у тебя телефон, и, помимо всего прочего, ты можешь использовать мой промокодик, он в закрепе находится, который тебе даст игровую валюту, и также, помимо игровой валюты, временную машину, но не прокачивай её, она потом исчезнет, и ты потеряешь бабки. Я, кстати, не знаю, можно ли прокачивать временную тачку. Тем не менее, такая вот история. Всё, пока. F9. Субтитры создавал DimaTorzok